Еще в августе прошлого года на Первом педагогическом совете директор классики, заслуженный работник культуры Марина Саламатова предложила весь предстоящий учебный год посвятить юбилею Победы и подготовить патриотическую акцию, востребованную временем. О великом подвиге советских солдат рассказать не общими словами, а на примере своих родных, близких. Знают ли дети, помнят ли их родители, чью фамилию они носят, попросить всех пересмотреть семейные архивы, найти документы, фотографии, письма бойцов и составить свою школьную книгу памяти. Эту работу публициста, за эту работу публициста взялась заместитель директора школы Татьяна Ферафонтова. 46 военных историй предстояло не просто пережить концертмейстеру, но лаконично. На фронтовых листках рассказать о героях, в том числе и о судьбе ее дета, рядового Израиля Каменецкого. Это он завещал маленькой дочке Эмилии стать скрипачкой. Она выполнила этот наказ. Торжественной встречей заслуженный работник культуры Подмосковья Эмилия Ферафонтова подготовила композицию «Березовые сны». Ее исполнил ансамбль скрипачей. Это только один пример двухчасового документального спектакля «Памяти наших отцов». Невозможно не отметить вокально-хореографическую композицию «Молитва памяти». Ее подготовили руководители хореографического коллектива «Дивертисмент» Елена Петриченко и Сергей Чумаков. Сами педагоги показали мастер-класс высочайшего уровня. Один из гостей заметил, что талантливый дуэт достоин главной сцены страны. Наступление сопровождал пронзительный вокал Юлии Семака. Сложно выделить в репортаже самые яркие и значимые номера. Неподдельные восторги, бурные аплодисменты, крики «Браво» звучали постоянно. И в адрес ансамбля нежных маленьких пилотов и, конечно, огромного, мощного хора. Казалось, дирижер Елена Макеева подарила частички своего большого сердца всем детям. А их светящиеся глаза с благодарностью смотрели только на своего педагога. День победы, как он был от нас далёк, как в гостре подушин таял уголёк. Алина Куликаркова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова